приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы приготовим домашний сыр по мотивам российского сыра то есть как по мотивам вообще это видео я хочу посвятить введению сыроделия то есть снять видео для новичков очень дословно и очень подробно объяснить как и чего начать варить сыр и показывать мы это будем на примере домашнего твердого сыра собственно говоря фермент и закваску мы будем использовать как для российского сыра полутвердого сыра извините оговорился закваску и фермент будем использовать как для российского сыра и технология примерно приближена к изготовлению российского сыра но все-таки это будет домашний сыр потому что мы немножко отступили от технологии чуть позже расскажу в чем итак друзья если вы решили заняться сыроварение в первую очередь вам понадобится водяная баня мы используем вот такую вот электрическую водяную баню это мармит мармит это оборудование для столовой грубо говоря емкость которой поддерживается температура супов и жидкие любых блюд вот видели столовых линиях раздачи стоят такие штуки с теплыми блюдами вот это такой мармит фирмы харько по моему скандинавская какая-то фирма но не важно в принципе такую штуку можно купить в интернете набираете купить мармит 20 литров здесь у нас емкость на 20 литров кастрюля стоит она около 100 долларов можно даже найти дешевле если найти буш но это можно значительно дешевле я думаю найти естественно если вы решили начать заняться сыроварением то у вас нету мармита вам понадобится кастрюля кастрюля вернее две кастрюли для водяной бани точно наша задача сделать так чтобы одна кастрюля помещалась во вторую при этом в большую кастрюлю наливаем водички чтобы когда мы туда во внутрь помещаем меньшую донышком меньшая кастрюля касалась воды и получаем классическую водяную баню собственно говоря нагревать ее можем на чем угодно хоть на газовой плитке хоть на электроплитке вот это вот собственно говоря мы начинали тоже варить сыр в кастрюле и совершенно спокойно это достаточно долго делали пока не начали заниматься этим так более серьезной и не купили вот этот вот мармит также нам понадобится лира для порезки сгустка естественно если вы начинаете варить сыры то лира у вас нету наверняка скажем так поэтому тут можно обойтись длинным ножом который будет доставать до донышка вашей кастрюли если вас кастрюля глубокая и нету длинного ножа есть еще один лайфхак берете шампур и сгибаете его вот так вот буквой г так чтобы это буква г было на половину размера вашей кастрюли этим шампуром вы сможете порезать и вертикально и горизонтально сырный сгусток но мы расскажем об этом попозже о том как резать сырный сгусток также друзья нам понадобится форма для сыра у нас форма профессиональная продаются любительские формы собственно говоря стоит она копейки порядка двух долларов вот так вот 30 40 гривен 50 гривен стоит среднем форма если вы решили заниматься все таки сыроделием и решили начать употреблять в пищу настоящие сыры а не то что продается в магазине это даже не сырный продукт поверьте вот вы собственно говоря наша задача наша миссия нашего видеоблога я призываю всех наших друзей всех наших подписчиков перестать покупать в магазинах то что там продают ну потому что либо это очень дорого а то что недорого сыром назвать вообще нельзя даже с большой натяжкой так вот если вы все таки решили стать на этот интересный вкусный путь не покупайте самые дешевые формы покупайте какие-то формы более-менее дорогие которые начинаются по стоимости от 4 5 доллара вот это вот форма стоит допустим 15 долларов но это профессиональная форма то есть мы ее тоже первую покупали на вырос скажем так когда нам такой объем не нужен был но потом мы пришли к тому что уже варим большие объемы сыра и с удовольствием пользуемся этими формами также нам понадобится ложка и вот такой вот сито друшлаг не знаю как его назвать еще если забыла мне дать термометр наверно сейчас даст я расскажу о термометре а пока о молоке да вот термометр значит очень удобный термометр можно купить на алиэкспрессе или вот на таких сайтах в украине как prom.io на торговых площадках чем он удобный он с прищепкой и он ставится на бортик кастрюли нам на будет контролировать температуру молока из того что вам для приготовления сыра надо купить специализированных интернет магазинах которые продают товары для сыроделия две вещи первое это закваска закваска это молочнокислые бактерии которые ну просто необходимы для приготовления сыра собственно говоря эти бактерии чуть позже расскажу как они работают закваска практически одинаковая для всех сыров отличается бывают мизофильные закваски и бывают термофильные закваски то есть это определяет то при какой температуре живут и максимально быстро размножаются молочнокислые бактерии допустим мизофильная закваска при 38 градусах и выше бактерии начинают вначале ну терять свою жизнедеятельность а потом и вовсе погибают поэтому если нам готовить допустим плавленые сыры или сыры с двумя-тремя нагревами с высокой температурой нагрева нам надо использовать термофильную закваску то есть с высокой температурой жизнедеятельности молочнокислых бактерий так как мы готовим сыр не плавленый а сыр который будет похож на российский сыр то мы используем мизофильную закваску на 10 литров молока если вы будете варить из 10 литров молока вам понадобится один грамм сухой закваски мы варим из 20 литров молока поэтому используем 2 грамма сухой мизофильной закваски эти закваски стоят совершенные копейки и продаются во всех интернет магазинах которые продают товары для домашнего сыроделия также нам понадобится фермент ферменты друзья бывают трех видов молокосвертывающий фермент это собственно говоря то что превращает сыр вернее превращает молоко в сыр так вот ферменты бывают трех видов собственно говоря как все происходило в древности кто-то сделал емкость из коровьего желудка поместил в него молоко куда-то это молоко отнес и пока он нес это молоко превратилось сырный сгусток как-то древние сыроделы определили что именно внутренняя часть телячьего желудка в котором содержится сычуг то есть фермент сычужный фермент то что мы называем называем она свертывает молоко ну как бы молоко корови желудок телячий он как-то приспособлен желудок теленка и взрослого животного для того чтобы это молоко перерабатывать и там содержится вот этот вот фермент вот таким образом древние сыровары получили первый сын значит ферменты бывают трех видов как я уже сказал бывают сычужный фермент то есть это именно фермент который сделан из телячьего желудка то есть как-то его оттуда технологически извлекает именно отделяют и мы получаем сычужный фермент бывает сухой и жидкий собственно говоря без разницы какой использовать бывает также фермент растительного происхождения делают его из какого-то особого вида грибов и я ему отдаю предпочтение сейчас расскажу почему бывает еще практически полностью синтетический фермент также он называется пепсин но если вы будете использовать синтетический фермент он самый дешевый самый прогнозируемый если вы будете использовать синтетический фермент то вы получите обычный магазинный сыр собственно говоря мы хотим получить домашний сыр какие недостатки у сычужного фермента животного происхождения фермента Недостаток то, что он достаточно непрогнозируемый У него короткий срок хранения и особые условия хранения То есть, если он просроченный, молоко не свернется Если он хранился в неподходящих условиях То есть, вы хранили его не при нужной температуре Он тоже перестанет действовать и молоко не свернется Помимо этого, сочужные ферменты, как мы уже несколько раз пробовали Они действуют совершенно по-разному То молоко сворачивается очень хорошо, то сворачивается среднее То сворачивается... Ну, в общем, он непрогнозируемый Потому что он животный Недостаток синтетического фермента в том, что он синтетический Поэтому мы используем фермент растительного происхождения И начинающим сыроварам я особо рекомендую остановиться на ферменте растительного происхождения Потому что он очень прогнозируемый, очень четкое образование сгустка Ну, все происходит достаточно просто У вас наверняка с этим ферментом не будет никаких сбоек и неудач Которые могут, собственно говоря, привести к тому, что вы обломаетесь дальше варить сыры Итак, на 10 литров молока полграмма сухого фермента На 20 литров молока мы используем 1 грамм, естественно, сухого фермента Если все-таки у вас есть жидкий сочужный фермент То на 10 литров молока 2,5 грамма жидкого сочужного фермента И, соответственно, на 20 литров молока 5 грамм Что касается фермента Нам еще понадобится, друзья, и вам, если вы решили варить сыр Такая штука, как хлористый кальций Хлористый кальций продается в аптеках Это 10% раствор хлористого кальция Самый простой вариант использовать аптечный хлористый кальций Также продается в сухом виде в магазинах Ну, в тех же магазинах, которые продают товары для сыроварения Сложность в том, что он продается в сухом виде И надо вначале приготовить 10% раствор А потом уже из этого раствора добавлять определенное количество в сыр Значит, когда мы используем хлористый кальций В первую очередь, если у нас молоко не пастеризованное Вернее, пастеризованное То есть мы покупаем магазинное молоко Или молоко с фермы, и оно пастеризованное То хлористый кальций, раствор хлористого кальция На этапе образования сгустка использовать обязательно Если мы используем свежее коровье молоко То его не обязательно использовать Но в любом случае использовать можно мы получим немножко больше самого сгустка совершенно, ну, соответственно немножко больше выход сыра мы покажем как его использовать, как его добавлять в расчете на то, что начинающий сыровар не имеет доступа к коровьему молоку и покупает пастеризованное молоко но ни в коем случае, друзья не используйте для приготовления сыра ультрапастеризованное молоко и тем более молоко с антибиотиками потому что, естественно там где есть антибиотики, там кисломолочные бактерии не смогут размножаться не смогут вести свою жизнедеятельность и не смогут сквашивать наше молоко и так, идеально как я уже сказал, фермерское молоко, вот мы используем такое фермерское молоко, и это молоко должно быть вчерашнего надоя то есть не надо использовать молоко только из-под коровы, оно должно быть идеально, вообще вчерашнее молоко И сегодня из него варить сыр У этого молока, как вы видите, поднялись сливки И несколько слов о сливках Если вы готовите домашний сыр и готовите его в первый раз Не стоит заморачиваться со сбором сливок У вас и так получится отличный сыр Тем более это сыр недлительного хранения Сливки обычно могут испортить вкус сыров длительного хранения Твердых сыров, таких как пармезан, допустим Таких как чеддер Ну, в общем, твердых сыров И сыров, которые длительно, таких как Маздам Которые требуют длительной выдержки и длительного хранения Тогда жир, содержащийся в сливках, приведет к тому, что ваш сыр будет горчить Но наш сыр будет созревать от 4 до 6 недель То есть он недолгого созревания Он достаточно быстро готовится Конечно, не на следующий день Придется немножко подождать Попускать слюни Но так или иначе Это недолго для сыра Очень недолго И это очень хороший вариант для дебюта в сыроварении Вы можете не сливать сливки Не собирать сливки Мы их соберем по одной простой причине Из сливок мы делаем домашнюю сметану и домашнее масло Ну, потому что масло я тоже из магазинов предпочитаю не покупать Потому что там, конечно, масло содержания Сливок, вернее, в этом масле содержание минимальное А больше все-таки растительные жиры И иногда растительные жиры достаточно вредные Это генно-модифицированные жиры, пальмовые жиры Ну, в общем, если вам интересно Наберите в ютюбе, что вредного в масле Вы узнаете такое, что перестанете его кушать Так вот, мы снимаем сливки для того, чтобы сделать из них масло и сметану Но, если вы варите первый раз, можете этим не заморачиваться, друзья Ну, собственно говоря, подготовительный процесс на этом закончен И приступим непосредственно к сыроварению Первое, что мы сделаем, это снимем с молочка сливки Итак, друзья, сливки с молочка у нас поднялись И мы их собираем вот таким вот образом, ложечкой Когда вы будете варить свой второй или третий сыр И постоянно будете собирать сливки Четвертый, пятый, десятый, не важно Вам будет удобнее ложечку изогнуть под углом 90 градусов Мы это не делаем, потому что нету ненужной ложечки А гнуть нужные ложечки жалко Но собирать значительно удобнее, я точно знаю Еще есть такой лайфхак Нам посоветовал один из наших подписчиков Можно шприцом, большим 50-кубовым или 20-кубовым шприцом Собирать сливки с поверхности молока Но Лариса предпочитает это делать по старому бабушкиному методу Ложечкой Я, собственно, не противник этого Ну, конечно, ей пришлось поиграться, чтобы собрать 2 литра сливок С 20 литров молока Но, в конце концов, это Лариса надела Шприц она покупать не хочет Считает, что со шприцом плохо В общем, друзья, собираем сливки Как я уже говорил, мы из сливок делаем сметану и сливочное масло Если вам интересно, как это сделать На нашем канале в разделе сыры есть видео О том, как из сливок сделать сметану И о том, как из сливок сделать домашнее сливочное масло Причем, поверьте, сливочное масло это совершенно не сложно Вам понадобится обычный бытовой кухонный миксер и все Ну и, конечно, полчаса терпения Но через полчаса вы получите натуральное сливочное масло А по вкусу, поверьте, к магазинному маслу это не имеет вообще никакого отношения Друзья, мы сняли все сливки с молочка И теперь это молочко переливаем в водяную баню Мы это делаем, берем марлечку и друшлачок То есть, хозяйка, естественно, говорит, что она молоко процеживает Но все-таки, на всякий случай, мы страхуемся, чтобы в сыр не попало никаких соринок Которые могли попасть туда при дойке коровы Никаких сгусточков Вот, поэтому, если вы используете не магазинное молоко, а домашнее Есть рекомендация вот так вот процедить его через марлечку Мы перелили все молоко Устанавливаем на бортик кастрюли градусник, чтобы контролировать температуру И нагреваем наше молочко до 36 градусов Накрываем, естественно, кастрюлю крышечкой, чтобы пыль всякая туда не попадала И, внимание, друзья, не спешите нагревать молоко, не делайте очень сильный нагрев Если вы готовите из 10 литров молока, то оно должно нагреваться минимум 40 минут Если из 20 литров, то не меньше часа То есть, нагрев молока должен быть плавный Итак, нагреем молоко до 36 градусов и вернемся к вам, друзья Друзья, наше молочко нагрелось до 36 градусов И настало время внести молочнокислые бактерии Молочнокислые бактерии мы вносим в сухом виде Следующим образом Аккуратненько рассыпаем порошок по поверхности молока Вот так вот равномерно Не в кучу, а именно равномерно И даем им минутку регидрироваться То есть, намокнуть, значит Если мы начнем сразу перемешивать То у нас порошок может слипнуться в комки И бактерии не будут правильно работать Естественно, мы не сможем эти комки размешать Соответственно, у нас в молоке будет недостаток бактерий Через минуту хорошенько перемешаем молоко Не только вокруг, но вот такими вот движениями вверх-вниз Чтобы распределить нашу закваску, наши молочнокислые бактерии По всему объему молочка После этого, после того, как хорошо перемешали, друзья Оставляем на 40 минут Накрываем крышкой нашу кастрюлю И оставляем на 40 минут Поддерживая температуру 36 градусов Желательно, чтобы температура не менялась больше, чем плюс-минус на 1 градус За 40 минут бактерии начнут свою жизнедеятельность Начнут размножаться и начнут свою работу по сквашиванию молока Прошло 40 минут, дорогие друзья И на этом этапе мы приготовили молокосвертывающий фермент и хлористый кальций Молокосвертывающий фермент у нас был сухой Предварительно минут за 10-15 мы развели его в 50 мл охлажденной, кипяченой, либо фильтрованной воды Хлористый кальций мы используем в 10% раствор Итак, друзья, в первую очередь вносим хлористый кальций Если вы готовите из пастеризованного молока, тогда 1 чайная ложка на 10 литров 10% раствора хлористого кальция Если вы готовите из непастеризованного молока, тогда на 10 литров достаточно пол чайной ложки То есть, грубо говоря, 1 чайная ложка на наши 20 литров Внесли хлористый кальций и размешаем, хорошенько размешаем все это При этом все время поддерживаем температуру 36 градусов После этого, друзья, внесем молокосвертывающий фермент и включим секундомер Нам надо определить точку начала флокуляции или точку начала образования сгустка Вот в этот момент, когда мы внесли молокосвертывающий фермент Я включил секундомер и начал отсчет времени Либо же засечь время по часам То есть, до секунд здесь не важно, но мне удобнее пользоваться секундомером И через 10 минут примерно молоко начнет превращаться в сгусток То есть, молокосвертывающий фермент начнет действовать И мы будем находить точку начала определения сгустка Это надо для того, чтобы определить точное время формирования сырного сгустка Для того, чтобы найти точку начала определения сгустка Нам надо приготовить капроновую крышечку Естественно, ее обдать кипятком предварительно И вот Лариса сейчас покажет На начальном этапе крышечка крутится совершенно спокойно по поверхности молока То есть, ничего не происходит Где-то через 10 минут она начнет прилипать И после этого мы четко покажем, как определить точку начала формирования сгустка Смотрите, друзья, прошло 7 минут И крышечка полностью прилипла к поверхности молока То есть, мы ее проворачиваем и она не крутится Она как бы возвращается назад То есть, поверхность стала как бы резиновой и крышечка к ней прилипла Вот это и есть точка начала флокуляции Прошло у нас 7 минут 7 минут мы умножаем на 3 3 это в данном случае мультипликатор Это временной коэффициент, который используется для определения Как бы окончания образования сгустка Итак, мы поддерживаем температуру И от времени внесения фермента Отсчитываем 21 минуту Через 21 минуту будем резать сгусток Но перед тем, как начать его резать Еще проведем и покажем вам тест на чистое отделение сгустка Итак, друзья, увидимся через 14 минут Прошла 21 минута И в первую очередь проверим Полностью ли образовался сгусток Ну, как бы он образовался полностью Но есть еще один метод Тест на чистое отделение Берем нож и разрезаем сгусток Если разрез чистый И сгусток не прилипает к ножу Значит, все хорошо Также можно попробовать отделить сгусток От бортика кастрюли Сгусток должен легко отделяться Вот таким вот образом Он должен был быть полностью желеобразный После этого, друзья, порежем сгусток На кубике примерно 1 см Мы будем использовать Ну, или... Порежем, а потом лирой поперем Да, да Покажем, как резать ножом А потом уже порежем лирой Вот таким вот образом Он режется просто, как желе Берете и разрезаете сгусток По вертикали В это время, друзья, надо взять Фильтрованную воду Либо же охлажденную, кипяченую И нагреть ее до температуры 36 градусов Нам понадобится 4 литра Извините 20% от первоначального объема молока Если вы варите сыр из 10 литров молока Тогда надо приготовить 2 литра воды Если варите из 20 литров молока Соответственно, 4 литра воды К моменту нарезки сгустка У нас уже должна быть готова Подогретая вода Вот таким вот образом Режем сгусток Если у нас нет лиры То точно так же режем его по ширине Вот таким вот образом Ну или если у вас круглая кастрюля То пинг ведикулярно предыдущим разрезом У нас получаются вот такие вот сырные столбики И третьим этапом Надо будет разрезать Сгусток по высоте Проще всего, естественно, это сделать лирой Но, повторяю Если нет лиры То тогда берете просто нож И с каждой стороны Длинным ножом Режете по диагонали Либо же, как я говорил Шампуром с загнутым Загнутым концом Естественно, шампур должен быть не профильный То есть не треугольный в сечении А плоский Порезали в обоих направлениях Теперь надо порезать его по высоте Вот почему я говорил, что лира Это очень просто Вообще, обычно мы режем лирой И вдоль, и поперек Вот таким вот образом Одно движение И сгусток практически порезан Размер кубиков у нас должен получиться В среднем 1 сантиметр Это называется сырное зерно Во время всего этого процесса Друзья, обязательно поддерживаем Температуру на уровне 36 градусов Теперь берем шумовку И начинаем перемешивать сгусток В течение 10 минут Засекаем время Если остались большие куски То их можно шумовкой вот так вот брать И бортик кастрюли измельчать 10 минут Причем мешаем не сильно, не интенсивно А мешаем вот так вот медленно, плавно Чтобы не повредить зерно наше То есть оно не должно превратиться в кашу Оно должно остаться примерно такого же размера Друзья Через 10 минут помешивания Можно отметить, что сырное зерно Значительно уплотнилось Можешь поднять его на шумовке Если оно было совсем как желейка То сейчас оно стало такое уже Как плотное желейка Более плотное Теперь, друзья, нам надо понизить кислотность зерна Отбираем 20% сыворотки Кстати, сыворотку выливать не стоит Из нее можно приготовить Прекрасный сывороточный сыр Рикота Если вы не знаете, как его готовить Но если вы смотрите это видео Наверняка вы начинающий сыровар И не знаете, как готовить рикоту Посмотрите на нашем канале В разделе сыры Есть полное описание процесса Приготовления рикоты Это очень вкусный сывороточный сыр Из него можно делать Вкусные помазанки Со всякими наполнителями Например, с паприкой, с базиликом Еще чем-то Использовать как бутербродный сыр Также из него можно делать Всякую выпечку Например, чизкейк Ну и другие кондитерские изделия Итак, друзья Мы отбираем 20% сыворотки Естественно, не выливаем ее Потому что будем готовить рикоту И эту сыворотку То есть 20% Это с 10 литров 2 литра Соответственно, с наших 20 литров Это 4 литра И эту сыворотку Заменим подогретой Заменим, извиняюсь Подогретой До 36 градусов Водой Не используйте водопроводную воду Вода должна быть обязательно Либо фильтрованная Через систему обратного осмоса Либо кипяченая И охлажденная Также, в принципе Нежелательно использовать Водопроводную воду Ну, даже, наверное, фильтрованную Потому что в ней содержится хлор А хлор может пагубно повлиять На молочнокислые бактерии Доливаем водичку И оставляем зерно уплотняться Но оставить его просто нельзя За ним надо следить При этом все время Поддерживаем температуру 36 градусов Время от времени Раз, две, три минуты Перемешиваем зерно Вот таким вот образом Не сильно размешивая Это нужно для того Чтобы зерно будет оседать На дно кастрюли И оно может слипнуться Если его не перемешивать То есть, друзья, засекаем полчаса И раз, две, три минуты Перемешиваем аккуратненько Наше сырное зерно Перемешивали сыр полчаса Ну, вернее, сырное зерно еще И вот, посмотрите Оно стало Дай мне на ладошку Оно стало плотненько Что ж ты так много Вот, оно стало плотненькое такое И достаточно упругое Сейчас я его съем Оно вкусное Дай мне лучше полотенце Друзья, в это время Теперь нам надо слить сыворотку То есть, берем ковшик И переливаем всю сыворотку В подготовленную кастрюлю В которой мы будем готовить рикотту Если мы, конечно, хотим Приготовить рикотту Еще на сыворотке Очень классно делать Всякую выпечку Например, блинчики Сольем сыворотку И вернемся к вам, друзья После того, как отобрали сыворотку Друзья, посолим сырное зерно Из расчета столовая ложка На каждые 10 литров молока То есть, в нашем случае 20 литров Значит, 2 столовые ложки Хорошенько перемешаем К этому времени У нас должна быть готова Продезинфицированная форма Ну, как продезинфицированная Ошпаренная кипятком Потому что теперь Мы будем выкладывать Наше сырное зерно в форму И формировать Нашу будущую головку сыра И теперь шумовкой Начинаем выкладывать Сырное зерно в форму Сыр у нас будет Формироваться под прессом Под грузом 6 часов После этого Нам надо будет, друзья Головку засолить Для того, чтобы засолить головку Надо приготовить 20% ростол соли Итак, как же его приготовить Пока Лариса наполняет форму Я вам расскажу Берем 4 литра воды Доводим до кипения И растворяем 1 кг соли После этого остужаем Как правильно сказать? Остужаем? Остужаем Остужаем воду Даем воде остыть Мне не нравится слово Остужаем Даем воде остыть До комнатной температуры И процеживаем ее Через несколько слоев марли Потому что в соли Обычно очень много мусора Дальше в эту воду Добавляем 5 мл 6% раствора уксуса И чайную ложку 10% раствора хлористого кальция Который мы уже использовали Мы развели его не зря В 50 мл В рюмке воды Это если мы используем сухой А если используете аптечный жидкий Тогда просто добавляете Чайную ложку в рассол Этот рассол можно использовать Много раз Ну как много раз Несколько раз Для засолки нескольких головок сыра Итак, друзья Мы наполняем нашу сырную форму сыром Сырным зерном И во время наполнения Уплотняем его Кстати, можете попробовать На этом этапе сырное зерно Оно очень вкусное Очень необычного вкуса Вот таким вот образом Наполняем полностью форму И утрамбовываем Сейчас, друзья, я принесу груз И вернусь Последнее зерно, друзья Из сыворотки Можно достать руками Но руки тоже должны быть чистые Их надо хорошенько вымыть с мылом Достаем остатки зерна И хорошенько утрамбовываем Все это дело в форме Вот так вот обминаем его У нас получился Очень большой выход сыра Это трехкилограммовая форма Она заполнена полностью Ну, в принципе, это хорошо Значит, технология выдержана Нигде мы не допустили ошибки Чем больше ошибок В процессе приготовления сгустка Тем меньше получится сыра В результате Нормальный выход Из 10 литров 1-1,2 килограмма сыра Утрамбовали, друзья И теперь нам надо Поставить его под пресс То есть, мы будем использовать пресс Но я покажу, как это делать В обычных условиях Если пресса у вас нет Ставим сверху поршень И первый час Трясуем наш сыр Весом 5 килограмм Вот таким вот образом Просто помещаем Мы используем диски От штанги спортивной Помещаем диски сверху поршня Центруем их Чтобы они не свалились в сторону И первый час Трясуем вот таким вот весом 5 килограмм Через час сыр надо будет перевернуть Собственно говоря И увеличить вес Мы вернемся к вам, друзья Через час И покажем это Прошел час И настало время Перевернуть наш сыр в форме Снимаем груз Нам понадобится Два блюдца Или две тарелки В которые легко Помещается форма В первую очередь Переворачиваем сыр Что-то я кривенько положил Дренажный коврик Вроде так все хорошо было Накрываем сырок Второй тарелкой Переворачиваем Ложим дренажный коврик От формы Как же он вкусно пахнет И надеваем сверху формочку Форма имеет немножко Коническую форму Немножко конический профиль Скажем так В разрезе Поэтому одеваем аккуратненько Чтобы не разрушить Нашу головку Теперь вот таким вот образом Поднимаем И переворачиваем Ставим сверху поршень И увеличиваем груз До 7 килограмм Ложим 3 диска И всего у нас сыр Должен прессоваться 6 часов Несколько раз За эти 6 часов Ну желательно там Каждые 2 часа Его переворачивать в форме После этого Друзья Приступим к засолке головки Естественно Взвесим ее предварительно И после этого Я расскажу Как и сколько времени Ее надо засаливать 6 часов прессовался Наш сырок И теперь Надо его отправить На посолку Достаем его из формы Головка спрессовалась Как видим Немножко подсела Кстати Его надо взвесить Перед посолкой Сейчас Секунду Ну доставай А после этого Я достану Опа Какой красивый У нас сыр Друзья Сейчас достану Весы Взвесим его Ну посмотрим Что у нас получилось По весу 2 200 Отлично Ну у меня по виду Казалось что больше Друзья Теперь помещаем Наш сыр В заранее Приготовленный рассол Вот таким вот образом Солим мы Из расчета На каждое Полкило сыра 3 часа Засолки То есть у нас 2 200 Значит солиться Он должен 12 часов Через 12 часов Мы достанем Сыр из рассола И расскажем вам Что делать дальше За эти 12 часов Вы видите Сырная головка Она немножко Она всплывает Она легче рассола Так как рассол Очень плотный И выступает Из воды Каждые 2-3 часа Головку Надо переворачивать Чтобы она равномерно Просолилась С обоих сторон Друзья До встречи Через 12 часов Через 12 часов Друзья Мы достали Наш сырок Из рассола Посмотрите Какая головка У нас получилась Красота Просто супер И теперь Его надо Обсушить То есть Обсушиваем Мы вот на такой Вот решетке От микроволновки Обсушиваем При комнатной Температуре При температуре В среднем 18-20 градусов Время от времени Сырок переворачиваем Потому что Жидкость стекает Книзу И нижняя поверхность Сыра Становится Более влажной Чем верхняя Обсушиваем В течении Двух суток Переворачиваем Хотя бы Раз каждые 6-7 часов После этого Будем готовить Наш сыр К выдержке Уже к созреванию Созревание Напомню От 3 до 4 недель Этого вида сыра У нас будет То есть Нам будет запастись Терпением Итак, друзья Двое суток Мы его обсушиваем И встретимся с вами Через двое суток Итак, друзья Наш сырочек Обсох Обсыхал он у нас Не 2 дня Как я говорил А целых 4 дня Видимо потому что Большая головка Замечательно пахнет Вот То есть Обсушивать надо До такого состояния Чтобы сыр был Полностью сухой Чтобы на нем Вот Он же в любом случае После рассола В нем влага И эта влага Так или иначе Выходит Но нельзя сказать Что он потеет Но вот Чтобы он не увлажнялся То есть Была чтобы Абсолютно сухая Матовая поверхность И теперь нам надо Отправить его На созревание Тут есть Несколько вариантов Если у нас Есть идеальные условия То есть Мы можем Держать сыр При температуре 10-12 градусов И влажности 75-80% То так как Этот сыр Как бы Созревает Недолго Он созревает 3-4 недели Как мы говорили Можно его просто Ничем не покрывать То есть Можно в этих Идеальных условиях Его оставить На созревание Если вдруг Где-то появляется Плесень То сыр Можно Обтирать Соляным раствором В котором он солился Лиза хочет уже Попробовать сыр Она не знает Что он Еще не готов Вот Второй вариант Если нету Идеальных условий А есть только Холодильник То сыр Можно Ну лучше всего Использовать пакеты Для возревания сыра Это термоусадочные пакеты Они продаются В магазинах Которые Продают товары Для сыроделия Дело в том Что этот пакет Сохраняет Влажность Нужную влажность Тогда можно сыр Оставить на созревание Просто в холодильнике То есть Мы Там технология Как бы Очень много видео есть У меня просто нет пакетов Поэтому не показываю Не могу показать По причине отсутствия Помещается сыр В специальный пакет Завязывается И потом В горячую воду Окунается Этот пакет Термоусаживается И полностью Обтягивает головку Создается внутри Особый микроклимат Который как раз И Подходит Для созревания сыров Только Остается Поддерживать Температуру 10-12 градусов Есть третий вариант Покрыть пищевым латексом Для покрытия сыров Мы сейчас вам покажем Вкратце Как это делается Латекс пищевой Тоже продается В специализированных Магазинах Вот И нам понадобится Вот такая вот кисточка И непосредственно Сам латекс То есть Процедура Достаточно простая Мы просто Берем И кисточкой Красим наш сыр Причем Видите Здесь поверхность Такая пористая Наша задача Чтобы латекс Попал Во все поры Вначале Красим его По Боковой Вот этой вот части То есть Нам надо сыр Как бы запечатать Этим латексом Вот таким вот образом Хорошенько Хорошенько Прокрашиваем То есть Понятно Мы его не можем Полностью крутить Потому что Та часть латекса Ну мы не можем Его на свежий латекс Сейчас сложить Поэтому я покрою Половину Сыра По торцу Очень важно Чтобы Вот все Вот эти Вот поры Все углубления Закрыть Чтобы Ну чтобы Как бы Запечатать Его Что там еще Можем Мы провернуть Что-то Уже Есть Тоже В латексе Брызгает Кисточка Лариса Меня заставит Фартук Стирать Ну да Ладно Эх Причем Мы покрыли Половину Почти Дальше Не буду Крутить Чтобы Тот слой Который Я уже Сделал Не повредить Теперь Ложим Срочек Вот так Вот на бок И покрываем Полностью Верхнюю часть Точно Так же Наша Задача Чтобы У нас Не Не Оставалось Пор Незакрытых Процедура Процедура Достаточно Простая Но Немножко Нудная Не буду Вас Утомлять Друзья Расскажу Вкратце Покрыли Сыр С одной Стороны Потом Покрываем С другой Стороны Даем Латексу Высохнуть 2-3 Часа И повторяем Процедуру Таким образом Накладываем Полностью 2 полных Слоя Латекса То есть Со всех сторон Чтобы у нас Было Покрашено Так сказать 2 слоя После этого Друзья Отправляем Наш сыр В холодильник На созревание Температура Как я уже говорил Должна быть 10-12 градусов Плюс Естественно Это соответствует Верхней полке В обычном Бытовом холодильнике Ну и собственно Говоря Вешаем Стикер С датой Запасаемся Терпением И Через 3-4 недели Наслаждаемся Прекрасным сыром Который приготовлен По аналогу Российского сыра Поверьте Мы его делаем Постоянно Получается он Очень классный Но через месяц Мы сделаем Дегустацию Именно этой головки Разрежем ее Причем разрежем На камеру Покажем структуру сыра И расскажем О вкусовых качествах Ну и собственно говоря Дорогие друзья На этой Так сказать Радостной ноте Видео О приготовлении Сыра Очень подробный Рецепт Который мы сняли Для начинающих Сыроваров Будем Заканчивать Подписывайтесь На наш канал Чтобы не пропустить Новые видео Ставьте пальцы Вверх А мы будем Снимать для вас Новые Интересные Ролики О приготовлении Сыра О приготовлении Колбас И всяких Других вкусностей Всего доброго Пока